Меня зовут Улькер Агаева. Я родилась в Баку и выросла там. Для многих людей я была первым человеком из Азербайджана, с которым они вообще познакомились. И часто было так тоже, что они вообще не слышали о стране раньше. Сегодня ее страна Америка, ее город Нью-Йорк, ее альмаматор Колумбийский университет. После биофака МГУ Улькер готовы были принять сразу несколько вузов Европы и США. Она выбрала аспирантуру колумбийского. Да, я до сих пор помню, когда я пришла на кампус первый раз, и вот за углом я увидела Low Library. Она выглядела именно так, как я ее видела на картинках. Это было, конечно, очень волнующее впечатление. Я до сих пор это помню. Это был, конечно, большой переворот в моей жизни. Ко многому приходилось привыкать, к многому учиться, не только науке. С наукой как раз все было ясно, по крайней мере тем, кто понимает в биологии развития круглых червей. Аспирантурия была в лаборатории, которая использует круглых червей, это довольно известный модельный организм, для изучения развития нервной системы. Мой проект был посвящен изучению генетических механизмов, пластичности организма, то есть его способности, скажем так, проявлять себя по-разному в зависимости от условий, в которых он развивается. Первые научные публикации, степень PHD и приглашение на работу в ведущие нейро-биологическую лабораторию Нью-Йорка. Внешне это блестящие условия, к которым внутренний мир Улькер пока адаптируется. В университете в основном я очарпывала знания из научных статей и учебников и книг, а этот язык, он более официальный и книжный. Его недостаточно, чтобы быть способна себя выражать полностью, как кем ты являешься. И я стала очень скучать по музыке родной. Наверное, в итоге это вылилось в мои начинания в композиции. В свою новую съемную квартиру молодой нейробиолог перевезла электронные пианино и любимые книги. Пока ее слушатели попугай-плюшка и гений с обложек. Я всегда очень любила науку, конечно. Но музыка всегда была со мной. Она мне необходима, как воздух. Я на самом деле рассматривала карьеру музыканта, когда я еще была в школе. Но у меня ужасный страх сцены. И, наверное, не было ресурсов, которые мне помогли бы преодолеть его. Сколько разных страхов преодолела Улькер по дороге из Баку через Москву в Нью-Йорк, можно рассказывать часами, а можно четверостишиями из азербайджанского фольклора «Баяты». Первая сюита для виолончели и фортепьяно так и называется «Баяты» и уже записана профессионально. В недалеких планах первый концерт. И сейчас вот моя творческая жизнь, она более-менее связана с этим городом. Потому что я хочу, чтобы мои произведения исполнялись с музыкантами, которых я знаю. И мне кажется, что Нью-Йорк – это место, где, тем более сейчас, после пандемии, очень много людей сюда стекается. И кажется, что это центр всего происходящего более чем когда-либо. Она не хочет уезжать из Нью-Йорка и не планирует оставлять науку. А музыка никогда не покинет ее. Я сажусь за пианино, я не знаю, что там я напишу в следующие 10 минут. И как-то вот руки находят аккорды или же откуда-то вдруг залетает мелодия. Это как бы вот знание без осознания. Но мне нравится, мне очень интересно тоже понять, как вот эти процессы происходят. Потому что, ну то есть, они меня удивляют. Попугай-плюшка удивляется не меньше и замирает, когда хозяйка опускает пальцы на клавиши. Или вот так, как сейчас, ему на брюшко. Кажется, он тоже адаптировался к новому дому. Елена Мещерякова, Макс Аблошенко, Настоящее время, Нью-Йорк. Субтитры создавал DimaTorzok